Я самый молодой среди своего коллектива. Так и прозвали студент. Военного опыта нет. Учусь на войне. Когда я попал в Чернигию, я его начал обстреливать. Я решил не сидеть дома, а защищать свою родину. Когда мы попали в боевые действия, в село Лукашевка, под Черниговом, сначала, когда увидел русскую технику, я подумал, мы сейчас ее разобьем. Потому что у нас вроде бы были и танки, и все. Но оказалось очень много техники. Ну, мы как-то смогли подбить даже четыре КАМАЗа, БМП, танк. И нам пришлось отступать. Маленькими группами пытались выйти, кому повезет, кому не повезет. Ну, и нам не очень сильно повезло. Мы шли среди первых групп шесть человек и попали под обстрел. Нас взяли в плен. Два человека остались живые. Вот мы два человека попали в плен. Нас взяли русские, но там были смешано. И русские, и якуты узкоглазые. Поводились с нами жестоко. Нас только привезли там, где они группировались. Нас начали избивать. Убили трубой железной по спине, по ногам. Но нам очень сильно повезло, что начался артообстрел. И нас начали перевозить в какое-то другое село. Уже, чтобы, скорее всего, допытать. Ну вот, когда нас перевозили, мы наехали на мины и подорвались. Впереди нас ехал русский танк. Он как-то проскочил. А мы на МТЛБ лежали сверху. То есть не проскочили. Попали на мины. Когда произошел взрыв, у нас, ну, некоторых контузило. Некоторые успели сразу сообразить, что надо спрыгивать, развязываться и бежать. Мы бежали в лесопосадку спрятаться. И там было такое поле очерета. Мы, получается, залезли в то поле. Очеретом прикидывали себя. Ну и лежали до вечера, пока не потемнеет. Они пускали над нами дроны, видно, искали нас, пытались найти. Но у них ничего не получилось. А ночью, когда это уже все утихло, мы потихоньку начали идти до своих. Хорошо, что у ребят не забрали телефон. Благодаря этому они связались со своим батальоном. То есть нас ребята уже ждали на месте. Но мы прошли очень большое расстояние. Полуголое на морозе. Босиком. То есть очень тяжело было идти, но ничего не оставалось. У нас все хорошо, настрои супер. То есть ждем, готовы встречать. Такими воинами, как у нас в Украине, я думаю, мы по-любому победим. То есть у них нет шансов. Мы будем защищать свою страну до последнего. И так как мы будем сохранять эту страну. И таковару. Редактор субтитров у нас. Корректор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...